как пожарить картофель по-ленивому этот способ настолько простой что его сможет сделать даже тот человек который кроме яичницы ничего не умеет делать то есть очень простой как говорится любой может приготовить не то что там повара ну и к тому же эта возможность еще избавиться от мелкой картошки не оставляйте в земле собирать ее да и потом и делать из нее вот такую картошку по ленивым для начала понадобится конечно же или сковородка или в моем случае это поднос смачиваем маслом так смочили маслом поднос и наливаем сковородку и следующее можно добавить мясо а можно и без этого ну и теперь картошку на несколько частей разрезаем вначале я сюда сделаю чтобы потом перемешать очень просто смотреть так а кстати до этого надо и просто помыть не надо ничего чистить кожуру вместе с кожурой просто хорошо помыли и вот так вот разряжаем по-быстрому так наполовину переворачиваем и так наполовину если куски побольше то естественно может побольше надо вода делать подробно и Продолжение следует... Косенька, ты тоже хочешь картошечку? Или ты больше по мясу, парень? Так, теперь... Теперь солим, и можно приправу добавить. Любую приправу, как говорится, по вашему вкусу. У меня тут петрушка с укропом сушил, который осенью. Ну, также немного добавим... Я добавлю глутамат натрия. Это уже, как говорится, по моему вкусу. И перемешаю. Еще бы лучше... Хорошо было бы и майонезиком. Было бы вообще идеально. Но у меня его сейчас, к сожалению, нету. Поэтому... В магазин надо идти. Да, и масла делать мало осталось. Поэтому... Сделаем такой вот упрощенный вариант. После майонеза добавить, он немного будет такой вот помягче. Посочнее получается тогда. Так вот, картошка просто порезанная, помытая, порезанная. Приправа, соль. Даже можно без приправы, чистая одна соль. И... Все. Да, и все это... Или на поднос. Как я это делаю в духовке. Или же пожарить можно. Ну, пожарить тогда надо несколько раз. Просто мешать на сковородке, если мы делаем. А в подносе просто закинул в духовку при температуре 300 градусов, 200-300 градусов. Наставил ее на полчаса. Потом вверх поднял еще минут 15. Ну, вот, пока она не станет такая с корочкой немножко. И все. Потом увидите в конце. Ну, и все это высыпаем в поднос. Так. 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 Мяска забыл посолить. Тоже посолим мясо. Так. Ну, все. Теперь жарим. Или я отправлю в духовку. Получилась вот такая вот красивенькая и очень ароматная картошка. Хорошо поджарилась. Сварилась. Сочная. Поджаристая. И очень вкусная. Что, тебе тоже надо? Ну, на, держи. 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 Давай. На. Тоже перекуси. Так же есть еще интересный вариант картофеля в духовочке. Можете посмотреть на моем канале. Там тоже очень вкусная картошка получается. Хоть маленько другой рецепт. Ладно, всего хорошего. Приятного аппетита. Продолжение следует...